Здравствуйте, в эфире новости в студии Артемия в Нью-Йорке Лиза Каймина. Вначале коротко о главном. Уволен не по собственному желанию. Телекомпания NBC отказалась от сотрудничества с Дональдом Трампом. Быть или не быть, сделки с Ираном до окончания переговоров в Вене остаются чуть более суток. Переполох на биржах, угроза полного коллапса греческой экономики привела мировые финансовые рынки в состояние паники. На подмогу многострадальной республики в Нью-Йорке состоялся благотворительный концерт в помощь пострадавшей от наводнения Грузии. ФБР начинает коррупционное расследование в отношении Нью-Йоркской тюрьмы, из которой три недели назад бежали двое убийц, осужденных на пожизненное заключение. Сотрудник тюрьмы Джин Палмер, обвиняемый в помощи беглецам, сегодня пристал перед судом. Мотивы его преступления не ясны, однако выдвинутые против него обвинения оказались более серьезны, чем против другой, их сообщницы Джойс Митчелл. Нью-Йоркская криминальная сага завершилась накануне на 22-й день побега. Первый из беглецов, Ричард Мэтт, был застрелен полицейскими еще в пятницу. Его напарник Дэвид Суит был пойман в воскресенье у канадской границы. Он получил ранение во время задержания, был доставлен в больницу в критическом состоянии. Сейчас он дает показания. В полиции говорят, что Суит готов рассказать все. За историей следит мой коллега Евгений Маслов. Дэвиду Суиту назначен государственный адвокат, и он начал давать первые показания. Он уже рассказал, что вместе с напарником Ричардом Мэттом они собирались бежать именно в Мексику, но позже изменили свои планы и направились в сторону Канады. Дэвида Суита задержали всего в двух с половиной километрах от границы. Один из патрульных заметил его перебегающим поле и после преследования открыл огонь. Суит с двумя огнестрельными ранениями в спину находится под усиленной охраной в больнице. Губернатор штата Нью-Йорк поздравил всех с завершением операции. Жители северных районов штата, по его словам, теперь могут с облегчением вздохнуть. Давайте поаплодируем мужчинам и женщинам, несущим службу в наших правоохранительных органах, которые отлично выполнили свою работу. Ее выполнение заняло много времени, и подробности от полиции мы узнаем позже. Для жителей штата теперь кошмар, связанный с поиском беглецов, закончен. Дэвид Суит после поправки будет, скорее всего, доставлен обратно в тюрьму, из которой совершил побег, отбывать пожизненное. От его показаний зависит теперь ход следствия. Ему уже нечего терять. Суит может раскрыть прежде неизвестные детали побега и назвать новые имена сообщников. Пока, по обвинению в помощи, беглецам были задержаны двое. 57-летний Джин Палмер и 51-летняя Джойс Митчелл. Она сперва согласилась подвезти беглецов на машине, со слов Суита, в направлении Мексики. Но в последний момент испугалась и передумала. Именно по этой причине Суит и его напарник Мэтт решили отказаться от изначального плана. Более того, Суитт уже сознался следствию, что оставил позади Ричарда Мэтта, потому что тот, по его словам, был обузой. Мэтт, застреленный при задержании полиции, был, как выясняется, болен. В общей сложности заключенным, сбежавшим из тюрьмы на севере штата Нью-Йорк 5 июня, удавалось скрываться от преследования в течение более чем трех недель. А их изощренный план побега, словно повзаимствованный из голливудского фильма «Побег из Шаушенка», превратил ту историю в новостную сагу, за которой с напряжением следила вся страна. Если бы Дэвиду Суитту все же удалось перебежать границу с Канадой, похоже, и в этом случае его поимка была бы вопросом времени. То, что по-настоящему интригует многих сейчас, какие еще подробности о побеге и подготовке к нему, следствие узнает теперь. Евгений Маслов, Лев Чеснов, телекомпания RTVI, Нью-Йорк. Американские миллиардеры и один из кандидатов президента США Дональд Трамп сегодня был уволен с телеканала NBC. В руководстве медиагиганта заявили, что высказывания Трампа о мексиканских эмигрантах, прозвучавшие в его предвыборной речи, не соответствуют этическим стандартам NBC. Приводим цитату бизнесмена. Когда Мексика отправляет сюда своих людей, она не отправляет лучших, не отправляет вас. Они шлют людей с кучей проблем, и они приносят эти проблемы с собой. Они привозят наркотики, преступность, они насильники. Последняя реплика вызвала бурю негодования обществу. В интернете начали подписывать петиции с требованием уволить, цитата, большого любителя увольнять других. Руководители NBC призвали отказаться от дальнейшего сотрудничества с Дональдом Трампом, что и произошло сегодня. Следующий сезон телешоу «Апрентис» в переводе «Стажер» с Трампом в роли ведущего отменен. А популярнейший конкурс красоты «Мисс Америка», учрежденный Трампом, больше не будет транслироваться на этом канале. На прошлой неделе, напомню, телеканал «Юнивижн» принял решение больше не показывать испаноязычную версию «Мисс Америка» по той же самой причине. Сам Трамп сегодня отреагировал на свое увольнение, заявив, что все в предвыборной речи, сказал правильно и ни о чем сказанном не сожалеет. Никаких извинений не будет, так как все, что я сказал, правильно. На 100% правильно. У нашей границы невероятно напряженная ситуация, вы сами это знаете. Мексиканцы фантастические люди. Мои с ними отношения прекрасны. Как я уже говорил, многие, с кем у меня были деловые отношения, мексиканцы. Я люблю людей из Мексики. Но извинений не ждите, так как я прав на все 100%. В США повышен уровень угрозы террористических нападений в преддверии Дня независимости. Об этом заявило Федеральное бюро расследований. В ФБР пояснили, что ИГИЛ открыто призвал своих сторонников в интернете устраивать теракты на Западе. Сегодня же в Соединенных Штатах был арестован мужчина, связанный с группировкой «Исламское государство». Это уже девятый арест пособников ИГИЛа в стране за последний месяц. В штате Нью-Джерси задержан 23-летний житель города Вест-Нью-Йорк Алаа Саадех. Ему предъявлено официальное обвинение в сговоре и предоставлении ИГИЛа материальной помощи. Он также подозревается в попытке убедить свидетеля дать ложные показания следователям ФБР. Переговоры с Ираном вышли на финишную прямую. Чуть более суток остается у пятерки международных посредников, чтобы подписать итоговое соглашение с Тегераном по его ядерной программе. Участники диалога в Вене пока не могут со всей уверенностью сказать, что договор будет достигнут. Мы работаем. Сейчас рано делать какие-то выводы. Мы достигли определенного прогресса, но это еще не все, поскольку иранцы задают много вопросов про отмену санкций. Что это означает, как это будет работать и так далее. С нашей стороны, со стороны пятерки посредников, нас также интересуют детали. И это причина, по которой мы накануне решили, что нам нужно дополнительное время, чтобы получить ответы на все вопросы. Участники переговоров также настаивают на том, что договор, в случае, если он будет подписан, будет, цитата, «хорошим договором». Это ответ критикам переговоров, в первую очередь, премьер-министру Израиля Бенемину Нитанягу, который в марте заявил, что знаком с Техтом соглашения, и это будет плохое соглашение. Сегодня мы обсуждаем иранский вопрос с политическим обозревателем Артемия Владимиром Козловским. Он находится у нас в студии. Добрый вечер, Володя, и вам слово. Привет. В 88-м году в США вышла на экраны кинокомедия «Голый пистолет», в которой была такая сцена. Иранский айталла Хамени, похожий на старика Хатабича, восседает в обществе других тогдашних злодеев Америки. Ясера Арафата, Муамара Каддафи и Михаила Горбачева с карты Италии на Лысине. Стуча кулаком по столу, Хатабич вопит. Господа, на этой неделе вы должны придумать хотя бы один теракт, который покажет миру, что США, большой шайтан, это всего-навсего бумажный тигр, слабая страна со слабым народом, который созрел для уничтожения. И тут слуга, подающий злодеям кофе, срывает с себя бурнос и оказывается полицейским Фрэнком Дребеном, которого уморительно играет Летли Нильсон, и который мигом расправляется с супостатами. Фильм в Америке приняли на ура. Как пишет Wall Street Journal ее сотрудник Сахра Бахмари, это был несравненный артефакт рейгановской эпохи, выражавший непримиримую враждебность Америки к иранскому режиму и его вождю. В памяти американцев еще было свежо пленение к дипломатам в Тегеране, которых продержали 444 дня и выпустили лишь к анагурации рейгана. Мулы разродились ливанской хизбалой, которая в 83-м году взорвала казарму морпехов США по Дерутам. В тот день морская пехота понесла самые большие потери со времен Второй мировой войны. Американцы помнили все это и не выносили иранский режим. Тому, кто хорошо помнит то время, трудно свыкнуться с нынешней ситуацией, когда президент США на всех парах несется к заключению судьбоносной ядерной сделки с той же Исламской республикой, которая регулярно сжет американские флаги, по-прежнему проглашает на пятничных молебнах смерть Америки и по-прежнему удерживает американских граждан в заложниках. Это тегеранский корреспондент Вашингтон-Пост Джейсон Ризаен и морпех Амир Хикмати, приговоренные три года назад к смерти за шпионаж, который США отрицают. Ну а почему, как вы думаете, Америка так резко пересмотрела свое отношение к Тегерану? Потому что восторжествовала точка зрения, которую с самого начала проталкивала часть ее элит, профессуры и журналистов. Я до сих пор прекрасно помню статью одного из первых апологетов теократического иранского режима, принстонского профессора истории Ричарда Фолка, которая была напечатана еще в феврале 79-го. Дурашка Фолк с восторгом цитировал гарантии неприкосновенности, которые Хамени дал в начале своего правления иранским евреям и безбожным левым, и доказывал, что нет оснований подозревать Хатабыча в лукавости. Фолку внушало надежды то, что окружение Хамени составляли, по его словам, люди умеренных, прогрессивных взглядов. В общем, уши вянут. Шли годы, и эта блаженная точка зрения на иранских вождей укрепилась у наших элит, профессуры и либеральных СМИ, а главное, в голове у нашего Кормчева, который поставил на Иран и создает при помощи Мул свое историческое наследие. Ради этого Обама пожертвовал интересами всех своих союзников на Ближнем Востоке, начиная с Израиля и кончая с суннитскими арабскими государствами, которые до смерти напуганы призраком иранской ядерной бомбы и рано или поздно обзаведутся своей собственной, ибо против лома нет приема, кроме другого лома. Под прошлое Рождество Обама заявил либеральному радио НПР, что нам нужно понимать законные нужды и тревоги Ирана, и что если тегеран сумеет отделить зерна от плевел хаминизма, то Исламская Республика может стать весьма успешной региональной державой. По словам того же Ахмари из Wall Street Journal. Это был ошеломительный момент. Кто бы мог представить себе еще 2-3 года назад, что президент США, по сути дела, будет желать мулам успеха в их борьбе за региональную гегемонию. Ядерная сделка, в результате которой Иран практически получит американское добро на то, чтобы стать ядерной державой, пусть и лет через 10, должна быть заключена 30-го числа. Чтобы не пропустить этот дедлайн, Обама лихорадочно делает молом уступки, которые мы еще обсудим. Спасибо политический обозреватель РТВА Владимир Козловский о переговорах с Ираном. Вы смотрите новости на канале РТВА и далее выпуски. Переполох на биржах. Угроза полного коллапса греческой экономики привела мировые финансовые рынки в состояние паники. И Нью-Йорк на подмогу в США состоялся благотворительный концерт в помощь пострадавшей от наводнения Грузии. Все это через пару минут на канале РТВА. Оставайтесь с нами.